Добрый день дорогие друзья. С вами Серафима Морозова. Я представляю наш канал Здоровы с нами. И сегодня мы будем говорить про кишечный лаваш. Вот сегодня я пью третий раз кишечный лаваш. Я уже снимала видео, писала статью, что такое кишечный лаваш. Но еще раз повторю, что чем отличается кишечный лаваш просто от обычного очищения кишечника и от сам прокшалана. То есть смысл в том, что когда вы принимаете, вот я приготовила эту смесь, я уже об этом говорила, 4,2 литра здесь у меня жидкости. И здесь самое важное очень много солей. И когда вы делаете просто шампрокшалану, то вы просто ходите в туалет и у вас очищается кишечник и вы теряете вес. Например, при обычной шампрокшалане я теряю до 4 килограмм веса. То есть у меня кишечник освобождается, и 4 килограмма веса нет, потому что еще уходит вода. Когда я пью вот здесь 4,2 литра, в последний раз я выпила всего лишь 2,5 литра, то есть мне хватило, у меня уже пошла чистая вода, но у меня вес не уходит вообще. То есть соли эти впитываются, остаются. И вот этот вот состав, солевая навеска, оно по составу похоже на слизистую нашего тонкого кишечника, и поэтому она его не повреждает. И самое главное, что кишечный лаваш у нас, когда мы его пьем, он выводит токсины из организма. Не просто токсины, которые обычно образуются, а еще выводит тяжелые яды, ртути, тяжелые металлы, яды, вот это все из организма выводится. Как мы это делаем? Мы вот, я сейчас начинаю пить, я развела. Каждые 5 минут нужно выпивать в стакан. 150-200 миллилитров, вот сейчас без 10-11, да? Этот напиток пить легче, чем соль, потому что он такой сладко-соленый, прохладный, потому что сегодня жарко. А если холодно, то тогда ему нужно немножечко быть теплым, его подогревать на водяной бане. И начинаю делать упражнения. Первое упражнение. Руки наверх. И начинаем 7 раз. Вдох-выдох, да? Второе упражнение. То же самое делаем на вдох и на выдох. То есть вдох. Мы делаем по 7 раз. Каждую сторону получается 14 раз. И здесь дополнительно идут у нас наклоны. То есть ноги зафиксировали ровно. Руки вдохнули и выдохнули. Получилось 7 раз. Теперь идет упражнение у нас сидя. Или коврик. Или если удобно у вас, может, туристический коврик. И если у вас лишний вес, вот как объясняла у нас Элина Иванова, то вы делаете легкий вариант. Нога у вас ровно. Обязательно выравниваете здесь у нас грудную клетку, чтобы у вас ребра не зависали сюда. Выравниваете. Это для позвоночника, чтобы его не травмировать. Получается, ногу натянули, ногу поставили. Рука сюда. И как бы вы вот этой вот рукой вдавливаете живот. Тоже 7 раз. Сейчас вдох. Выдох. И как можно дальше смотреть. Вдох. 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 Это вот легкий вариант. Если у вас нет проблем с коленями, то можно делать вот так вот. Или можно делать вот так. То есть стопы должны быть. Грудная клетка опять выровнена. Вы сидите. И когда вы делаете наклон сюда, вот этой ногой вы ложитесь на живот и опять массируете живот. Получается вот так. И остается у нас кобра. Кобра чем отличается? Чтобы вам было удобно, вы должны лечь полностью, руки поближе к телу, ноги на носочки. Приподнялись. Получается, вы не лежите на животе. И вдох. Выдох. Вдохнули. Смотрим назад. Вдох. Чтобы мы увидели наши стопы. Потом аккуратненько ложитесь и приподнимаетесь. И теперь опять пьем. Прошло ровно 5 минут. Наливаем 150-200 миллилитров. И начинаем пить. Сегодня я, если я не буду выпивать всю дыркость, если меня нужно чистить, я ее просто выливаю. Ее нельзя хранить. И что еще важно. Когда вас начало чистить, старайтесь сразу смазывать анус маслом. Кокосовым, оливковым, вазелином, детским кремом. Потому что иногда бывает, что очень сильно щиплет. И когда будете пить, одевайте одежду удобную, может быть, юбку, халат, чтобы вам была возможность не пачкать белье. И потом, если будет у вас все-таки щипать анус, то обязательно добавляйте, смазывайте масло и пользуйтесь прокладками. Будьте здоровы с нами. Спасибо. До свидания. Прошло 2 часа. Я уже заканчиваю чистку. Начала чистить меня через 50 минут. Пропила я где-то меньше 2 литров, потому что вот столько у меня осталось. Где-то 2 с лишним литра осталось. Учитывая, что у меня было 4,2 литра жидкости. В этот раз, в третий раз было пить намного легче. Очищение шло намного быстрее. Чиститься началась я через 50 минут. Пропила где-то я, наверное, 7 стаканов или 6. И вот уже у меня началась чистка. И если вы чувствуете, что у вас не открываются сфинтеры, то дополнительно вы должны делать вот такие вот массажи живота. И можно лечь на пол и сделать плуг. Кто может, да, есть возможность такая, если вы более-менее гибки. Если у вас плохо идет чистка, я покажу, как у нас идет чистка у Венеры. Она не может чиститься, у нее начинается реакция, ее рвет, ее начинает раскачивать, ее начинает трясти, то есть вот она не может очищаться. Тогда вам надо накануне обязательно пропить кастровое масло или поделать клизмы, то есть подготовить свой кишечник. Теперь что мы сделали? Я заканчиваю чистку. Я выпиваю 3 стакана воды, и мне нужно вызвать рвоту, чтобы закрыть сфинтер. Сфинтеры можно закрыть. Если вы сейчас не закроете сфинтеры, начнете спокойно есть рис, то у вас будет постоянно нести. То есть этого не нужно делать, нужно обязательно закрыть сфинтеры. Вы пиваете теплую воду, если не пьется теплая вода, вы пиваете соленую воду, два пальца в рот, и вас обрывает. И это вот по очищению. Теперь следующее, а сейчас вот что делать? Вот сейчас я закончила чистку, я сварила рис, и где-то через 20 минут я съедаю рис, порцию риса, чашку с маслом, желательно без соли. И уже через 2 часа можно спокойно начинать обедать. Ограничение нельзя. Острое, копченое, жирное, алкоголь. То есть вот это вот все нельзя. Остальное, ну и мясо желательно в этот день не кушать. Оставайтесь с нами, будьте здоровы. Сам факт, что ты пьешь. Пьешь, и вот тебе сразу начинает трясти. Ой! Ну, вот у нас Венера так реагирует. На все напитки, когда чистит организм. И на соду так же было. И вот сейчас на кишечный лаваш. 50 грамм. По 50 грамм, может, лучше пойдет? Корректор учлиеж Nielолков sabe, ракеты. Расс Mint. Има срез. Има срезана для пищaltro. Има срезана для каждого. Продолжение следует...